Приветствую вас, дорогие друзья! Наконец-то я нашла время выполнить просьбу одной моей зрительницы, которая просила сделать видео либо о камнях, либо о книгах. Ну, в общем, я выполняю запрос, я делаю видео о книгах. В этом видео у меня будут книги Бориса Акунина, его ряд книг о Фондорине. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Итак, прежде всего, я должна признаться, что книг вот так вот физически я вам не покажу точно в экран. Я их скачивала в электронном виде. Это один нюанс. Второй нюанс. Глазами книги я не читала, я скачала аудиокниги. Ну, ввиду того, что у меня мало времени, ну, дабы не напрягать зрение, не занимать глаза, освободить себе руки. Я выбрала, да, такой вариант, как аудиокниги. К тому же, надо сказать, надо отметить, что вот серия книг о Фондорине начитана замечательным актером. Чтение книг именно этим актером украшает его. Ну, все, кто читал, слушал аудиокнигу, хотя бы одну, понимают, о ком идет речь. Это Сергей Чунишвили. Я не знаю, мог ли кто-то лучше прочитать, но так получилось, что прочитал он. Есть, правда, еще я слышала, видела, а может быть, даже и слушала в исполнении. И... забыла. Ну, ладно, потом вспомню. Значит, пропустим. То есть он не единственный известный чтец, правильно? В общем, не единственный актер, из чьих уст вы слышите повествование Бориса Акунина. Но, наверное, он самый лучший. Вот. Сейчас я скажу, какие книги я прочитала. Вернее, не прочитала, а с какими произведениями. Даже в экранизациях, хотя если не аудиокнига, то экранизация, я ознакомилась. Я специально пошла, потому что раньше, до этого я почему-то эти фильмы не смотрела, которые видели все. В 90-х годах я почему-то не пропустила каким-то образом. Ну, наверное, потому что они шли в кинотеатрах или как-то телепремьеры их прошли мимо меня. В общем, я специально зашла и посмотрела эти фильмы. Это фильмы Азазель, Турецкий гамбит, Статский советник. Вот эти три фильма я просмотрела. Я согласна, кстати говоря, с мнением Адель, что в Статском советнике Фондорин не тот. Как бы ни был хорош Меньшиков, Фондорин не тот. И, на мой взгляд, более точный Фондорин в Азазели. В Азазели очень хорош, молодой. Я забыла, как актера зовут. Ну, тот, который домохозяин. Забыла. В роли молодого Фондорина замечательно, молодого, не оперившегося. И, ну, безусловно, поскольку первый Фондорин я увидела в Турецком гамбите, для меня этот Фондорин. И впоследствии уже читая, все-таки читала я в электронном виде, именно читала буквы. Есть такая книга, которую я прочитала глазами. И, да, и уже читая, я уже, мне уже виделся Фондорин, Егор Бероев. Вот. Замечательно он заикается. Лучше, чем Меньшиков. Так, я обожаю Меньшикова, надо сказать. Вот, честное слово. Ну, в данном случае, истинно дороже. Так. Ну, а теперь, значит, вернемся к этим книгам. Аудиокниги, которые я прослушала. Это были «Любовник смерти». На него я делала уже обзор, эту книгу, впечатлениями своими делилась. Также я прочитала, прослушала «Коронацию». Ой, нет, нет, «Коронацию» нет. Я уже название, я столько подряд книг проглотила, что я точно уже не помню название. Вообще, я плохо запоминаю название фильмов, как выяснилось книг тоже. «Любовница смерти» я прослушала. «Алмазную колесницу». «Алмазная колесница» состоит из двух томов, две книги, две истории, которые почти не пересекаются с собой. Они соприкасаются только в одной точке. И все. Но главный, как выяснится в конце, конечно, после всего прочтения. Вот. Замечательные истории. Так, и что еще? И «Левиафан». Левиафан никак не перекликается, кстати говоря. Несмотря на наличие японца в этой книге, не он оказывается... Господи, я забыла, как зовут японца. Тот японец не оказывается впоследствии коммердинером Эраста Петровича. Думаю, не стоит мне пересказывать истории, потому что цель моего рассказа, моего повествования – заинтересовать читателя, создать интригу и побудить к чтению данных произведений. И вот почему эти книги стоит прочитать или хотя бы послушать. Как я, в виде аудиокниг, в формате аудиокниг. Первое достоинство книг Бориса Акунина – это чудесный слог. Если вы хотите красиво выражать свои мысли, причем языком современным, ну вообще просто обычным языком, он вам и в быту пригодится, такой слог. Я думаю, он совершенно не помешает, не будет лишним в обычном разговоре. То читайте побольше Бориса Акунина. Кстати, вы знаете, ну, конечно, все книгачей, все книголюбы, безусловно, знают. Я для тех, кто не в курсе вдруг случайно, что Борис Акунин – это псевдоним. И на самом деле писателя зовут Шалва Чхартишвили. Неправильно выговорила? Чхартишвили. Несмотря на это, он, безусловно, мастер русской словесности. Так, ну, в этом нет ничего удивительного, да, мы знаем немало грузин и вообще людей нерусского происхождения, не принадлежащих к этому этносу, а к другим этносам, но прекрасно владеющим русским языком. Вот, ну, например, вот такой вот Шалва, да? Так, ладно. Этот слог Бориса Акунина настолько удивителен, настолько строен, настолько гармоничен, точен, ясен. Он без, что называется, выражаясь простым языком, без подвертов разных, ну, нормальный, хороший язык русский. Так, я прошу прощения, я немного отвыкла писать видео. Так, дальше, далее. Второе достоинство произведений Бориса Акунина о фондовине, в частности. Я других не читала, вот, я признаюсь, я вообще мало читаю, надо сказать. Я настолько мало читаю, если бы я могла сравнивать с другими авторами, я бы, может быть, об Акунине было бы другого мнения. И, может быть, оказалось бы, что и другие пишут не хуже, и слог их не менее чудесен, не менее виртуозен, не менее хорош. Но что-то мне подсказывает, что я права. Так, да, кстати говоря, ссылочка на другие мои видео о книгах я оставляю на экране. И посмотрите, все-таки я что-то кое-что читаю. Дальше. В общем, второе достоинство – это красивые сюжеты. Ну, настолько захватывающие, потому что, ну, каждый, собственно говоря, каждый из этих романов, каждый из этих произведений, повестей является детективом. Относится к детективному жанру, к жанру исторического детектива. Как детективы сюжеты, на мой взгляд, безупречны. Хотя вот сейчас я залезла посмотреть, уточнить кое-что, ну, потому что я запуталась, что я прочитала, а что не прочитала. И захожу в чат, и тут же вижу, что кто-то критикует, что какой-то роман уже на середине романа не понравилось. На середине произведения уже человеку было понятно, кто есть этот тот таинственный герой, над которым все читатели задумались над тем, кто это, кто это творит все эти преступления. Ну, или какие-то там дела, я не знаю, о чем шла речь, я просто увидела эти слова, что в середине произведения, или чуть ли не сам начало, читательница уже догадалась, кто это. По мне, вот эти все сюжеты замечательные. Если даже вы догадываетесь о том, кто это, кто преступник, или кто, наоборот, таинственный добродетель, таинственный добродетельник, то не думаете ли вы, что это потому, что автор вам уже намекнул, да, такой прозрачный-прозрачный намек, поэтому вы догадались. Ну, может быть, если вы настолько умный и умнее автора, то, может быть, догадались, да, вопреки намерению автора. Но мне почему-то кажется, что суть всего произведения не в этом была, не в том, чтобы угадать, чтобы разрешить, чтобы догадаться, разобраться, разобрать головоломку самому раньше автора, раньше всех остальных читателей. Вот. И кроме того, что, значит, если отставим в сторону детективную, детективность сюжетов, то давайте обратимся к историчности. На каком материале, где берет... Ну, писатели, да, таковы, они должны найти материал. Этот материал наверняка доступен. Наверное, можно пойти куда-то в архивы, покопаться где-то, порыться в каких-то летописях, в дневниках, что там еще, вот, в протоколах, ну, в каких-то документах. И, да, все это прошерстить, да, это работа, работа писателя. И, да, опираться на какой-то фактологический материал и выстраивать из этого какие-то красивые сюжеты, интригующие, интересные, хватающие писателя, хватающие читателя за, ну, что там, за нас и ведущие вдоль всего произведения, вдоль всего повествования. Да, это работа писательная. Но какая работа колоссальная, проделана? Конечно, когда Акунин пишет про хитровцев, да, я, например, читала Геллеровского, вижу, что это перекликается с произведениями, с литературными произведениями, известными. Но все равно ведь не каждый так сделал. И не каждому дано все-таки построить сюжет. Меня это особенно занимает, для меня этот вопрос стоит особенно остро, потому что, ну, я тоже так хочу. Не знаю, смогу ли я. Времени остается не так уж много. Надо. В общем, для меня Акунин – это пример очень-очень заразительный и очень авторитетный. Дальше. Третье достоинство этих книг. Какой же Фандорин Душка. Ну, просто безупречный герой. Он не… При всей своей безупречности он и человечен, он не лишен недостатков. Особенно если посмотреть там в Азазели, да, когда он еще зеленый, юный, зеленый, не оперившийся. Когда он уже супермен, ну, например, там в «Любовнике смерти», все-таки и ему свойственно что-то человеческое, ничто человеческое ему не чуждал, и он попадает в конфузы. И тем он еще более человечный, еще ближе нам и еще симпатичнее. В общем, для чего нам такой герой? Ну, видимо, особенно в 90-е, когда все было темно, серо, и не было на улицах, в фильмах ни одного положительного, безупречного героя, такого аристократичного, должна была возникнуть эта фигура. Я не знаю, кстати говоря, я вообще литературные критики по поводу этих произведений не читала, не знакомилась. Может, слава богу. Это вот чисто мое мнение, я сама его рождаю, но с другой стороны, в этом нет ничего оригинального. Это все как бы висит в воздухе, и само, по-моему, со мной каждый прочитавший согласится. И четвертое достоинство. Какие героини у Акунина бесподобные? Все эти отважные барышни с храбрым сердцем, такие шагающие, ну вот, не зря я сказала храброе сердце. Если вы смотрели мультик «Храброе сердце», это когда девочку знатного происхождения согласно протоколу оборачивают в одежду, заматывают, убирают волосы, как было положено дамам, не показывать ни единого волоска. Но она все-таки вытаскивает непослушную прядку, не хочет быть такой прилизанной, замотанной. Ну, выполняет то, что ей положено выполнить согласно протоколу, но все-таки сбегает в конце концов. Вот барышни Акунина, они таковы. Ну, вот Суворова, Маргарита Суворова, я не помню, в турецком комбите, всем известная, она и есть вот такая храброе сердце, рожеволосая девчонка, в алмазной колеснице дамочка, забыла фамилию, вот память у меня плохая, я напишу на экране все это. Вот эта барышня говорит, сама себе говорит, не бабся, и вот именно не бабся, это один из их девизов, то есть они отвергают устои моральные, касающиеся этого общества, тех взглядов, которые господствуют и сегодня, что женщине место, ну, если не на кухне, как бы мы цивилизованные люди, сейчас не каждый рискнет, утверждает, что женщина должна быть босая, беременная и на кухне, ну, если не так, то в обществе, ну, один факт тот, что в наших государствах немыслимо, да, чтобы женщина стала президентом, тогда как во многих других государствах женщины уже были главами государств, вот, уже о чем-то говорит. Даже если там, где женщина, мы закрываем, мы не говорим о том, что где-то у женщин в целом заработок меньше мужского, потому что так положено, мы не говорим об этом, но даже если все вот считается, что везде равны, что женщине, то женщине все равно чего-то нельзя, того же, чего можно мужчине. Не только в силу физиологии, ну, и потому что так положено. Так вот, эти героини, они отрицают все это, они вопреки тому, что... Ну, вот, кстати, таким примером женщина-депутат, убитая в 90-е, Галина Старовойтова, призывала с трибуны других женщин, депутатов, делегатов съезда, не быть равными мужчинам, не прикрываться своим полом, не просить себе, как бы, скидки, сражаться за дело на равных. И вот героини Акунина, они таковы. Они не хотят быть приписанными к остальному, бабскому, сословию, сословию вот тех женщин, которые же такие... которые бабские, в которых бабства много. Они хотят защищать родину, например, в трудную минуту. И чтобы они против того, чтобы им делали скидку. То есть, они убегают на войну, как вот Шурочка Азарова, да, из «Пусарской баллады». Вот при этом, при этом, они все равно остаются очаровательными девушками. И Борис Акунин на них смотрит, да, свысока, как на девчонок, которые еще... у которых еще вот это подростковый максимализм. Вот это может быть для него такое... такие их взгляды, для него может быть просто проявление подросткового максимализма. Возможно, они там вырастут, перерастут, станут обычными женщинами, матерями семейств, домохозяйками, может быть. Потому что... Ну, то есть, взрослые героини уже без вот этих, без странных подростковых поступков, ну, не странных, а, да, безрассудных подростковых поступков уже не совершают. Но по-прежнему остаются, да, верны своим взглядам на то, что отношение к родине, отношение к долгу в них остается прежним. Как будто... очень красивая, очень красивая героиня японка в алмазной колеснице. В общем, на этом я свой обзор заканчиваю. Наверное, все равно получился долгим, хотя я наговорила, по сути, немного информации, не так уж много. но я буду рада, если кому-то помогла, потому что, когда я вдруг совершенно недавно решила все-таки почитать Акунина, я до сих пор его не читала, потому что я читаю мало, опять-таки. Мне вот таких отзывов не хватало, вот, поэтому я надеюсь, что я была полезной, что для кого-то открыла какую-то дверь, а если для тех, кто прочитал, что-то показалось новым, или всех, кто очень рад, что я говорю так же, как они думают, прошу поддержать меня пальчиками вверх или не поддержать пальчиками вниз. В общем, отдаюсь на ваш суд. Спасибо за внимание. До новых встреч. Желаю всем приятного чтения, а также красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Паша, Сегодня мне хотелось снять видео о книгах. И я хочу сделать обзор на электронные книги. Те книги, которые есть в моем смартфоне, на которые я сейчас записываю это видео.